Здравствуйте, Лена. Очень рад, что вы удачно поступили в американский ВУЗ. Я думаю, что нашим студентам было бы очень интересно познакомиться с вашим успешным опытом. Спасибо большое, Виктор. Да, на самом деле я поступила на магистратуру по экономике из Illinois University в США. И, кстати, с полной оплатой обучения, а также со стипендия. Лена, а почему экономика? И какие конкретные шаги вы предприняли для успешного поступления на эту программу? Во время моей учебы на бакалавра я очень заинтересовалась классами по экономике, особенно международной экономике и экономике развития. И с тех пор я поняла, что мне бы хотелось учить этот предмет на уровне магистратуры и начала работать над моим СИЛИ. Я начала интересную практику по экономике в Индии, в очень хорошей программе. Также я начала участвовать в различных конференциях, экономических конференциях в моем университете, а также в разных странах. И выбрала тему для моей дипломной работы по экономике. Поэтому я бы хотела посоветовать всем поступающим продумать, куда вы хотите поступать, вашу карьеру, какую хотели бы вы получить специальность и предпринимать определенные действия в этом направлении. Все заранее. Лена, а что было самым сложным в процессе вашего поступления? Или вызвало наибольшую трудность у вас? Вы знаете, Виктор, на самом деле, хотелось бы сказать, что поступление не настолько было сложным, как я предполагала, поэтому it's doable. Но, конечно, сложности были. Для меня это было GRE score, GRE test и time management. С начала теста хотела предупредить всех вас, что тест не легкий для тех, кто поступает в магистратуру, либо в дактатуру. Это тест. К этому тесту не подготовишься за две недели. К нему нужно готовиться минимум за полгода, а лучше всего за год, ежедневно, усердно, учить слова, писать эссе, заниматься математикой. А также насчет time management. Если вы поступаете в несколько университетов, было бы хорошо, если у вас был какой-то Excel-шит, где были бы написаны ваши университеты с дедлайнами, что, куда посылать, когда, что нужно. Я уверена, что это облегчит ваш процесс поступления. Лена, вы поступили на прекрасных финансовых условиях. Ну, а всем известно, что стипендии не дают просто так. А как вы думаете, что заставило американский ВУЗ дать ей именно вам? Ну, Виктор, это хороший очень вопрос. И на самом деле стипендии не так-то легко получат, и не каждому ее дают. И я не была никаким исключением. Я работала очень тяжело, чтобы поступить на магистратурное бесплатно. И для начала я хотела сказать, что все мы думаем, что хорошие оценки, хороший результат по тестам нам поможет получить стипендию. Это не так. Это важно для поступления, но не настолько важно для получения стипендии. С моего личного опыта, что было очень важно для получения стипендии, это было хорошее CV, рекомендационные письма, а также мое личное мотивационное письмо. У меня было достаточно богатое CV с различными конференциями по всему миру, различными экономическими проектами, которые, естественно, я не занималась этим в последний месяц. Занималась в течение 4-5 лет заранее, целеустремленно. Также у меня были хорошие рекомендационные письма от моих профессоров по экономике, которые писали, насколько активной ученицей я была, как участвовала я в различных проектах, как хорошо написала я тезис по моей экономической теме. А также у меня было интересное личное мотивационное письмо с моим предыдущим опытом, и где я точно описала, что было бы даже хорошо университет, если бы у них была такая белорусская студентка. И мне бы хотелось еще поблагодарить программу Opportunity за помощь в процессе поступления и за покрытие всех расходов, связанных с процессом поступления. Большое спасибо, Лена, за ваши ценные советы. Желаю вам успеха в учебной коллегии. Спасибо большое, Виктор. И напоследок, мне бы хотелось пожелать всем поступающим удачи. And you can do it. Thank you. Спасибо.